Это мы обсудим с Джамбулатом Сулеймановым, руководителем движения «Единая сила». Джамбулат, добрый вечер, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Добрый вечер. Джамбулат, первое, с чего хотелось бы начать наш разговор, я бы попросила ваш комментарий, как вы видите ситуацию вокруг сообщения об убийстве Тумсу Абдурахманова. Несколько минут, это главная новость, но нет подтверждения. Тумсу Абдурахманов погиб. То есть у вас тоже нет никаких информации о том, что случилось с Тумсу? Да, у меня нет никакого сообщения, потому что со связи пошел как самая так много метод. Джамбулат, тогда хотелось бы поговорить именно о вопросе вообще в общем безопасности для чеченской оппозиции. Насколько безопасно, например, сейчас находиться в Европе, и где-то точка на карте, где чеченский оппозиционер может чувствовать себя в безопасности. Ну, нет такой точки в мире, где чеченский политик, заявляющий о том, что он сторонник в СССР, чтобы он мог себя чувствовать в безопасности. Джамбулат, еще бы хотелось поговорить о спикере парламента Чечни, Магомеде Даудове, который, собственно, и объявил Тумсу Абдурахманову кровную месть. Это произошло еще в 2019 году. Можно ли говорить, что у данного политика есть настолько сильное влияние, чтобы эту кровную месть таки осуществить? Ну, силы там у Даудова нет. Мы знаем, что этот ресурс Российской Федерации, Государственная Федерация, не можем говорить о силе самого человека и его собственного ресурса. Или ресурс Российской Республики. Мы знаем, что это все осуществляется в подачи и при поддержке средств. А они... Если предположить, что это убийство было и вправду имело место, то, по вашему мнению, кто мог бы быть исполнителем покушения и убийства Тумсу Абдурахманова? На Тумсу Абдурахманова. Исполнителем было... Кстати, Зелимхан Хан... Исполнителем был русский по национальности Федерации. Исполнителем других хан... В данном случае я слышал, что есть также вариант местных жителей Европейской Федерации. Это тоже вариант. Джамбулат, большое спасибо за ваш комментарий. Джамбулат Сулейманов, руководитель движения «Единая сила», был с нами на связи. Обсуждали информацию и сообщения об убийстве Тумсу Абдурахманова, чеченского оппозиционного блогера и политика, который накануне объявил о создании собственной политической силы. И по сообщениям СМИ появилось сообщение о том, что он якобы был убит. Но еще раз напомню, что официальных подтверждений пока что нет. Ни со стороны его близких, родственников, ни со стороны властей Швеции, где он находился в последнее время.